Здравствуйте, Валерий Константинович! О, серьезный человек у меня появился в моих друзьях. Загорелся и вашими трудами и абрикосами, правду сказать. Знаете, у меня аж голова разболелась. Я не виноват, я хочу, но я буду тихо говорить. Но я знаю, что такое тихо. Ведь уснет половина, а вторая уйдет. Это только кажется. Половина из нас сидели за этой скамьей студенческой. Но сейчас вообще я представляю, что это дело. А если уже депутаты спят. Академики скандальные, помните снимки? Спит зал. А что, деньги идут? Так вот, чтобы этого не было, я не буду менять анализы, как сейчас. Но две минутки, я пойду горяченького подолью. И немножко голова. Вот что-то, это первый раз такое, что вот во лбу, так как бы сказать, небольшая боль появилась. А, помните, я вас учил? Улыбайтесь через силу, боль пройдет. Пошел на кухню улыбаться. Две минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... Знаете, друзья, когда несколько минут назад, по-моему, отвечал за Кирова, да, это я такую ересь нес, ой, ересь, знаете, такое слово, это когда еретиками называют этих, ну, слово еретиками, это такая была ересь, если 20-15 лет назад я начал печататься, вот, и со мной общались, причём некоторые говорили, ни за что фамилии не озвучивать, так рассказывали, как один доктор, ну, как прихватизировали их этот самый институт, вот, какие зарплаты у ректора, какая, или там директора, какая зарплата у них, вот, какая там наука, а сейчас дошло время, их же вышли, поговорить несколько. Кстати, Александр, в крупнейшей Сибири предопитомник закрыт, это кто-то мне говорил, может, вы, может, было бы даже озвучить, но я забыл название, то есть я боюсь наврать, а вдруг он не закрылся до конца, но то, что происходит, это тихий ужас. Питомники, даже заслуженные, вынуждены становиться передаточным звеном между, между этими самыми, то есть фактически спекулировать, используя свою фамилию, ой, своё эти название. Откуда саженцы возьмутся? А мы только начали пути, а теперь смотрите, Здравствуйте, Валерий Константинович, загорелся вашими трудами и прикосами, правду сказать, имея запрещаемый сельхозяйственный институт по специальности агрономия, некоторое познание в генетике. Вот, Сергей, Серёжка, извините, тут нет отчества, я не помню, вот, вы знаете, может, вас-то и не хватает там, Савинич, мы-то ходили по саду, боженки-то моют, ну вот же, вот же, вот же, пожалуйста, готовое всё, обосновать надо, я уже и говорю, доченька миленькая, пожалуйста, надо гистохимия, надо это, это доказательство, вот, ну а что она может сделать, она сама на выживании, что, или пока не будет, или очень большой какой-нибудь фонд этим займётся, всё-таки, может, осталось что-то в стране, хотя я уже и сам не верю, вот, не знаю, как это случилось, за 10-15 тысяч, помните, рассказывал директор ГСУ, ночью, в котельной работает кочегаром, это ужас, чтоб прокормить детей, ай, и вот я, извините, это Сергей, навеял, и так, просто навеял, есть желание, вы пишите, попробовать, культурные абрикосы сливы, так, то есть, вы, человек грамотный, но, не хватает опыта, ну, скажем, такого, опыта, опытного, вы правы, по поводу, корень собственных растений, на плодоводстве, и вот почему, вот из-за вот этого, я решил это письмо озвучить, это не шутки, на плодоводстве, в институте говорили, что нужно центральный корень обрезать, зачем, я не понимаю, ведь корневая система так устроена, что каждый из корней выполняет свою функцию, верхнее мочковое питание, стержневая вода выполняет тех, но вы-то знаете, а почему они заставляют обрезать, я вам сейчас скажу, я попробую угадать, как же так, значит, если это, допустим, прямо на лекции, то вам должны были сказать, мы, а это из 19 века, мы улучшаем, отрезая центральный корень, мы улучшаем корневую систему, и ведь действительно, что же там получается-то, помните, я вам показывал, или еще покажу, Сергей держит, а у него так столько корнищ, вот так вот, вот, но это он был вначале пересажен, это было вольно-невольно, то есть, и сене сможет дать такой корень длинный, тоненький, да, стержневой, все вроде правильно, но от него толку-то никакого же нет, ведь когда его никто специально не обрезал, рубанули, при выкопке рубанули его лопатой, что получается, и вместо того, чтобы продать, продают, я вам покажу, и такое есть, вот, продают и такие, там ниже у меня, а все-таки дают еще, это в 19 веке идет такая технология, год дорастеть, и вот он, пышные корни, ну, преподавать это в институте, что теряется центральный корень, когда должны были вам преподаватель сказать, максимально сохранить центральный корень, лучше бы вообще умудриться весь выкопать, я вам иногда показывал посиметровый, но я выкапывал специально, я уже за этом заработал, это государство премии, что я выкапывал метровые корни только, чтобы вам показать, но это ладно, и действительно центральный корень обрезать, как вас учили, столько боковых пышных корней, и вот это застилает всем глаза, их много, да, действительно, это здорово, но лучше бы и центральный был, и боковых моем, то есть посадим, не пересаживай, и на плодоводстве в институте, как тут вот, видите, говорили, а должны были говорить, постарайтесь вырастить на месте, никогда не пересаживать, вы получите абсолютно здоровое дерево, и о чудо, а на нем нет этих грибов, а на нем самым минимум, это, ты, а вы знаете, что такое сад железовый, я вам говорю, а ведь это же невозможно, если центральный корень обрезать, ни одной тлинки, на грушах, на черешнях, на сливах этих самых, венгерках, на абрикосах, вот, и редчайшем случае на вишнях, вы представляете, и на персиках ни одной, я еще покажу персики, которые абсолютно миллион листиков, и весь миллион здоровых, весь миллион, вот, а ведь это, что получается, я же рассказываю, использую это письмо Сергею, для того, чтобы убедить всех, чтобы они мне верили, а вы умнейший человек, потому что, вы же, пишите, зачем корневая, ведь она устроена, чтобы верхнее обеспечить питание, мы это проходили, еще до вас, тем более, приятно, что есть такое подтверждение, от вас, очень толкового человека, умнейшего, теперь так, вы, ваши доказательства, подтверждение этому, саженцы, яблони, изначально, с обрезанными корнями, вступали в плодошение, 5-6 год, при этом, страдают от засухи, требуют регулярного полива, вспомните, что в этом году, с Савинич, мы ходили, я, это, ей показывал, и заодно и вам, вот эти вот все, высота 2 Савинича, ой, простите, прости, дочка, 3 Савинича, вот, то есть, три человеческих роста, это все-таки, бесполиво, это реально, в то же время, опытный корнесобственный саженец, дал урожай, на второй год, после капулировки, вот это есть, чувствовал себя прекрасно, даже бесполиво, вот, в этом году, поселил семена груши, у сурийской, яблони китайки, прямо под зиму, именно так, эти культуры, размножаются, часть семена, оставил, искусство, вот, и здесь, 50 на 50, здорово, в моем огороде, какие-то эксперименты, так, нашего полку прибыло, ближе к делу, я бы с удовольствием, приобрел у вас, косточки, для подвоя, абрикосы и сливы, но мне негде, взять культурные черенки, для качества привоя, смотрите, что получается, в этом году, у меня косточки абрикосов слив, а через год-два, у меня потребуют черенки, если мы дожим, будут черенки, да еще какие, так, и еще, а потом ниже, я про своих помощниц, может, они продолжат мое дело, но это ниже, без проблем, можете цитировать вебинаре, видите, я попросил разрешение процитировать, вот что, это письмо написал умнейший, наблюдательный человек, зачем-то науку пустили по ложному пути, и уничтожается лучше почвы, хотя реально получают дешевые, вот даже без применения химодобрений, вот, и ССР, при этом ежегодно повышает полуродие почвы, то же самое и плановодство, теперь так, можно будет интересно мое видео, ребята, не имею права открыть его, собрана съест меня, потому что, начнутся проблемы, я показываю только фотографии, вот, поэтому, вот это вот, у меня есть, в, вот у меня есть сайт, по-русски, сайт Садова до Железова, в Яндексе, в Гугле, нажали, попали, в гостевой книге есть вот это вот, письмо, посмотрите, ну как письмо, по-другому называется, ролик, это видеофильм, который снял Сергей, пожалуйста, посмотрите, не пожалеете, вот, интересен тот факт, что развивается корневая система, и ассимуляционный аппарат, развивается до таких размеров, что обеспечивает максимальный потенциал, урожайности культуры, при биологизации земледелия, вот смотрите, однажды, однажды, каким чудом ко мне попала эта статья, или эфир, или, может, случайно, где-то шарился по интернету, вот, группа, молодых, ученых, энтузиастов, какой-то из, памяти не все сохранилось, какой-то из небольших стран, типа Голландия, Белия, Еликсенбург, что-то в этом роде, вот, взяла несколько тысяч, или, кажется, даже несколько десятков тысяч проб, ну, по одной системе, на такой глубине, вот, вот, и, они определяли, связь между, плодородием почвы, и количеством, бактерий, определили, гигантская работа, я бы за эти работы давал бы премии, и, к сожалению, у нас, это я, кто-то перевел, может, эту статью, ну, прочел, где-то она у меня в архиве есть, только попробуй найди, у меня архив такой, что это, как у академика таких нет, и, вывод, наиболее плодородная почва, это та, где не было лопаты, ни разу не перекопанная, потому что количество бактерий, и, плодородная почва, это одно и то же, чем больше бактерий, тем больше плодородия, тем больше бактерий, а потом, ниже будем еще смотреть на этих, вот самое, ну, как бы без мата, ладно, мы еще к этому вернемся, понятно, да, вот, итак, смотрите, вот эту фотографию мне прислали, я ее скопировал, вот так, разместил там, здесь у меня, папка загрузки, вот, и здесь было написано, жердель Мелитопольская, это один из моих последователей, почему я, вынужден ее показать, дело в том, что, у меня получается так, что бы не делалось саду, все получается привитое, вот, только если очень большой урожай сумасшедший, могут какое-то измельчание быть, и вот, на примере, жердель Мелитопольской, вот, мы там ходили с саду, чтобы просто перевести саженец, самосеву, это самое ценное, еще, наверное, у Сергея возьмет пару саженцев, но эти уже из косточек, как бы, там уже ширпотреб, так, вот, она вот такая вот, единственное дерево, которое мы, это вырастили, чтобы оно плодоносило, желтые, небольшие, вот, с кислинкой, на дегустации 12 человек победила королевские, тот слишком сладкий, а оказывается, что мне каждому это нравится, вот, косточка взятая отсюда, а почему косточка, я многого не знаю, так, многого, но, дело в том, что я никогда не продавал серенки жердели, значит, из косточки, а косточка в нем море, вот, выросла, а почему она такая стала, а, причина, конечно, две, первая, ветром надуха, вот, извините, я не ученый, я что, в голову приходит, то и говорю, второе, влияние подвоя, то есть, она привита на манжурский абрикос, вот, и вот, что получается, я однажды, съездил на Украину, по скорбным делам, вернулся оттуда с веточкой, вот, вымахала, а у жердели всегда светлая штампа, светлая, я уже схватился за голову, обманули, ну, ничего, теперь смотрите, что, пожеланный манжурцы, манжурец, сын манжурцы, он уже крупнее, чем отец, так, урожай сумасшедший, у меня это, не самый большой урожай, это предпоследний, а самое, большое было 23 ведра, с этого же дерева только, другой год, вот, это был ужас, а не урожай, куда было девать, ну, это ладно, это не самая страшная беда, хотя говорят, в России самая страшная беда, это большой урожай, который затем и гибнет, и вот, что, когда мне прислали, и подпись-то была, это не я, у меня есть, это отдельно, вот тот скажет, ни за что не поверю, отдельно, пусть это будет ученый, ну, не просто любопытный, полезем в архив, найдем, все найдем, письма найдем, с этими же фотографиями, вот, восстановим, все, а пока, посмотрите, та самая ЖД, которая на Украине, она была, крупнее, вот этой, два раза, я-то с ней знаком, там их, на улице растут, там, в каждом дворе, это Керсонская область, я с ней знаком с детства, что я сделал, я вернул из нее качество почти культурное, почему, потому что, это бесконечное размножение семенами, одно поколение, десять, сто, тысяча, понимаете, ну, никто не приводит, а я говорю, у них в основе лежит, гораздо более культурная сорта, то есть, она была гораздо более культурная, еще, специально подчеркиваю, библейские времена, полюбуйтесь, я любуюсь, вы любуйтесь, это моя гордость, это уже выросли без меня, но это моя гордость, вы представляете, и вот это вот, оно единственное дерево, у меня еще, и сейчас еще, я сейчас еще одно подсадил, ну, уже до страховки, только потому, что это дерево, а до, и мне немного страшновато, оно должно было разломиться, там вот так, вот это, в других местах, вот так, вот, давно, почему не разломилось, я думал, его связать канатами, не связал, то некогда, то лень, и вот получилось, что, жардели это, вот, а саженцы у Сергея есть, а годом и двумя раньше, помните, сколько он саженцев вырубил? он их по 200, по 300 рублей продавал, а вот это должно было вырасти, непривитые, по 200 рублей, не купили, один это, пообещал купить, Сергей, помните эти мешки с саженцами? так и пролежали до середины лета, пока не сожгли, вы представляете, я вот, именно вот это вот, это я уже к Сергею обращаюсь, это, вы упомянули генетику, и только вы упомянули, что вы в генетике разбираетесь, вы посмотрите, косточка от седова, стала косточкой от седова, нету на ней веток, нет, сейчас на молодежи появились ветки, ну, на саженцах, там еще можно ветки срезать, а с этой я ни одной ветки никогда не срезал, никогда, еще допуская пол процента, что это все-таки, из моего этого, из моего черенка, но тем более, черенка должна была такая получиться, ближе к телу, все, выговорился, вот, теперь я хочу поздравить Сергея, Сергей сделал открытие, которое я считаю, настоящим открытием, которое должно где-то помочь, потому что, посмотрите, это как продолжение уже, это самое, с моим последним автором, с автором, Сергеем Селевошко, дело в том, что, дело в том, что, у нас очень жесткая вода, у нас женщины в Красном хуторе, должны, ходить на речку, набирать воду, в стирку, ту воду, в речную, с колодца, если возможно, у нас у людей, в шее болят эти, хондрозы, страшная накипь в кастрюлях, в чайниках, вот это и есть, вот, и вы гадали, гадали, когда Сергей произнес эту фразу, которая когда-нибудь сделает его знаменитым, внимание, морозостойкость, я сформулировал только, в плодовых деревьях, в том числе, от жесткости, концентрации, минерально-солевого раствора, почвы, в районе корней, то есть, где-то, а я тебя привез с юга Украины, это же 200 километров до Крыма, это зимой сколько я был, то выпадет снег, а потом месяц стоят туманы, кстати, я вот это, страшные туманы, в воздухе, в воздухе висит влага, лицо влажное, руки влажные, в воздухе висит влага, минус пять, плюс пять, ноль, плюс пять, вот, все время вешается, и так все зима, почему не гниет, да потому что он там сто лет, и уже давно отбор произошел, семечки, косточки, с одного, наверное когда-то, когда их завезли еще, во времена, это самое, татарского вига, или когда, может быть те времена, уже это, отбор шел, что-то гнило, что-то нет, представляете, какая перспектива, в каждом, ну это на Украине, они были в каждом дворе, сейчас не знаю, сейчас там тоже деградация, и в том числе и деревья, ну это там может быть в каждом саду, представляете, у меня еще есть снимок жардель, только небольшое дерево было заселить, там тоже такие же, то есть пока двое отсчитались, дух захватывает, что мы можем, а то с северо-запад, вот у нас одни дожди, вот, Псковская область, у нас одни дожди, Вологодская, у нас сыро-холодно, лето, Ленинградская область, то же самое, Эстония, Латва и Литва, наши русские плачут, что там ничего не растет, вот при Эстонии 20 тысяч абрикосовых деревьев посадили, все мертвые, в Ленинграде лучшая коллекция абрикосов была, все мертвые, а этому-то, что трудно на Украину сдать, и Украина, где сыр стоит в воздухе, ну, что оттуда нельзя было привезти, а потом, эта самая, лобкость рук, поняли, вот, и мы теперь, познание в генетике, Сергей, извините, вот что тут нет, а у меня памяти нет, здорово, я для вас старался, сейчас все это расскажу, и так, вот это открытие, догадка, как хотите, уже не гипотеза, можно сказать гипотеза, но сравнивать надо же, если тут у нас жесткий раствор, более жесткий раствор, там, в почве, вот они, возможно, не замерзают, и получается, действительно существует цианогорский феномин, но это не отрицает того, что мы мерзли, мокли, чего-то добились. И так далее. И так далее. Редактор субтитров А.Семкин